Продолжение следует... Продолжение следует... Олимпийские чемпионы командного турнира и бронзовые призеры игр в танцах на льду... Продолжение следует... 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 Мы пытались всё равно абстрагироваться от этого и сконцентрироваться на музыке, на ощущениях, на своих эмоциях и выдавать это наружу. Думаю, это было как-то так. Ребята, кто-то ещё? Добрый день. Я присоединяюсь к словам Никиты. Это было невероятно. Когда мы выходили на лёд ещё на первой тренировке на стадионе в Айсберге, мы уже почувствовали такую поддержку, хотя зрителей было, наверное, в 10 раз меньше. И мы поняли, что этот заряд положительной энергии только пойдёт в плюс каждому из тех, кто будет представлять нашу страну. Я думаю, вообще, хорошая была поддержка не только нашим спортсменам, но и в отдельности всем, кто принимал участие в Олимпийских играх. И огромное, конечно, спасибо за этот положительный заряд энергии, который принесли трибуны. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Меня зовут Игорь Сизов. Я работаю в газете «Вольная Кубань». Вопрос к Николаю Морозову. Вот эти Олимпийские игры оказались очень удачными для фигуристов нашей страны. Как вы расцениваете, ну вообще, в общем процессе, что ли, развития? Какой был спад? Какой сейчас подъём? Каковы будут перспективы? То есть, в целом, оцените развитие фигурного катания нашей страны. Что показала Олимпиада в Сочи? Ну, во-первых, нужно вспомнить предпоследнюю Олимпиаду в Торино, где у нас было три золотых медали. И после этого, как бы, публика и, наверное, наша страна ждала от спортсменов таких же достижений в Ванкувере, но их не произошло. Но, наверное, из-за того, что менялось поколение и потребовалось восемь лет на то, чтобы результаты вернулись. И, как мы видим, сейчас у нас очень сильная команда и две медали в парном катании. Мальчик, к сожалению, у нас выступал только один, потому что на прошлом чемпионате мира не отобрался, не было достаточно очков, чтобы было больше спортсменов. Но тот же Женя вышел и откатался, хотя это не из нового поколения спортсмен, но все равно он отстоял золотую медаль в командном соревновании. И за это ему нужно сказать слова благодарности. Что касается в танцах, мы видели на этом выступлении, что медаль бронзовая была, и ребята катались, Катя с Димой тоже прекрасно. Но это соревнования, и соревнования по-разному все время происходят результаты. Но то, что катание показали обе пары на высоком уровне, это точно. И всеми специалистами было отмечено, что пары катались и боролись до конца. Также третья пара, которые первый раз участвовали на Олимпийских играх, тоже я как раз не видел и спросил перед пресс-конференцией, как ребята выступали. Тренеры сказали, что они катались прекрасно. Поэтому потихонечку результаты возвращаются. И, наверное, к следующей Олимпиаде мы увидим еще больше спортсменов. И на Олимпиаде в Корее, я думаю, что будет еще больше медалей. Ну а также будем ждать выступления девочек, которые, я надеюсь, тоже принесут нам медали. Спасибо большое. Коллеги, у вас на связи с нами еще есть Москва. Добрый день. Есть ли у вас какие-то вопросы? Мы готовы вам передать. Добрый день. Мы присоединяемся к вам, к нашему совместному диалогу. У нас есть вопрос. И попрошу передать микрофон. Сейчас он прозвучит. Здравствуйте. Егор Мартимянов. Телеканал «Подмосковье». Хотел поздравить наших призеров Олимпийских игр. Поздравляем, ребят. Молодцы. Вопрос у меня к тренерам. К сожалению, Евгений Поплющенко снялся у нас с индивидуальной программы. А все-таки и Александр Ягудин все-таки к нему последовало. Не Александр, а Алексей. Вы задаете вопросы, не зная даже имени Олимпийских чемпионов. Да, да, да. И, соответственно, как вы думаете, это действительно имело место? Или все-таки это какой-то розыгрыш? Вы знаете, если вы даже не знаете, как произносить правильное имя Олимпийского чемпиона, то я думаю, что вы абсолютно не владеете вопросом. Поэтому я могу сказать только, что Женя герой. И все, что сейчас пытаются про него сказать, это абсолютно чушь. Если бы не было Жени, то у нас не было бы золота в команде. И это могут подтвердить наверняка все спортсмены, которые участвовали с ним в команде. Это лицо нашей страны. Если вы посчитаете количество медалей, которые он принёс этой стране, то я думаю, что народу должно быть стыдно, которые пытаются чем-то его оскверно словить. Поэтому я могу ему сказать только огромное спасибо за то, что он столько лет выступал, столько лет был эталоном фигурного катания. И даже могу сказать, что до сегодняшнего дня все мальчики, которые занимаются фигурным катанием, пытаются подражать ему. Спасибо большое за ответ, коллеги. Я бы хотел вам напомнить, что всё-таки сегодняшняя пресс-конференция у нас посвящена нашим замечательным танцорам, нашим танцевальным парам и их тренерам. Поэтому давайте мы будем всё-таки обсуждать в первую очередь именно эту тематику. Москва, мы к вам ещё вернёмся. Спасибо большое. Коллеги, здесь, пожалуйста, ваши вопросы. Так? Пожалуйста. Не секрет, что у нас фигурное катание в стране вызывает всё больше и больше интересов. Даже в южном городе Сочи у нас уже есть 50 девочек, которые тренируются, показывают первые результаты. Но, как всегда, у нас нехватка в мальчиках. Поэтому я очень прошу наших олимпийских чемпионов, мужчин, пожелать что-то. Мальчикам, которые хотят, но пока, может быть, не решаются. Даже не знаю, что сказать. Я, наверное, призываю просто мальчиков не бояться фигурного катания. Это не балет, это очень тяжёлый труд, действительно тяжёлый спорт. Приходите, занимайтесь фигурным катанием. И я думаю, что вы будете достигать больших высот. Всё будет отлично, всё будет замечательно. Так что не бойтесь вставать в пару с девочками, как это когда-то боялся я. Только хотел сказать. Поэтому всё будет отлично. Руслан, может быть, вы несколько напутственных слов мальчикам, которым предстоит прийти в фигурное катание? Ну, я хотел сказать, чтобы мальчики не боялись идти в фигурное катание, потому что некоторые считают, что это не мужской вид спорта, это абсолютно не так. Просто со временем это осознаёшь, что точно так же тут надо проявить и характер, выдержку, и самообладание. Что ещё добавить? Спасибо. Никита. У нас, я извиняюсь, у нас есть хороший пример, двукратный уже олимпийский чемпион Евгения Плющенко, который показал свой характер. И вот это вот, то, что он доказал, что он действительно мужчина. И я думаю, многие мальчики последуют его примеру. Вот можно мне добавить тоже. Я хотела сказать такую вещь, что если действительно вот Дима сказал, он очень не хотел идти в танцы, как это вообще кататься с девочками и так далее. По-моему, я считаю, что наоборот мальчики должны идти в парные в танцы, потому что я считаю, что у нас самые красивые вообще девочки в России и в парном и в танцах. Поэтому, велкам, мы всех ждём, и я думаю, у нас замечательные тренеры, готовы принять любых талантливых мальчиков. Поскольку мы все занимаемся фигурным катанием с детства, особенно мужская часть, поскольку вопрос был адресован нам, согласен с ребятами. Да, когда я ещё учился в школе, наверное, гулял во дворе, мои сверстники, не то что подсмеивались, я всё равно с серьёзным лицом ходил каждый день на тренировки и также выходил во двор, ничем не отличаясь практически от своих друзей. И все эти друзья через несколько лет, через многое, точнее, количество лет уже, они все оставались со мной, следили и до сих пор сидят. Просто огромные компании из разных городов со всей нашей страны и смотрят, переживают и болеют. Это такой спорт, это такие ощущения, эмоции. И про девчонок Катя очень верно сказала, это стоит того на самом деле. Так что занимайтесь фигурным катанием. Спасибо. По-моему, самая лучшая пропаганда фигурного катания. Пожалуйста, коллеги, следующий вопрос. Сюда микрофончик, если можно. Сергей Бавлий, «Спорт день за днём», Санкт-Петербург. Николай Александрович, вчера мы видели очень много зарубежных пар, которых выводили наши тренеры. Они, вероятно, наиболее востребованные в мире. Чем вы объясняете такой успех, видимо, ещё советской школы танцев? Потому что очень много. И, если можно, вопрос в тему немножко. Вы поработали с Анатольевной Тарасовой и расстались. Надо быть очень уверенным в себе для того, чтобы уйти от Тарасовой. Спасибо. Вы знаете, я с Тарасовой проработал, сейчас скажу сколько, 4 года. И расстались мы не по каким-то… Это было чисто лично, и я даже не собираюсь про это говорить. Что касается много русских тренеров, выводящих зарубежные пары. Вы знаете, просто был такой момент, когда очень много тренеров и спортсменов, бывших, которые закончили, они уехали в другие страны. И в связи с этим они начали работать, а в связи с ихней работой появилось очень много танцевальных пар. Потому что знаний у них было очень много. А это был чисто русский вид спорта, при котором наши знания были намного сильнее, чем у любого тренера, который тренировал там. Поэтому из-за этого появилось очень много соперников. А также первые две пары, которые сейчас заняли первое и второе место, они просто еще и очень суперталантливые. И я думаю, что тренера в принципе счастливы, что им достался такой хороший материал. Потому что они с детства, даже катаясь у других тренеров, можно сказать, местных, они уже выделялись и занимали хорошие места. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, сюда еще раз микрофончик. Здравствуйте, меня зовут Анна Манюк, Республика Коми, город Сыктывкар, информационное агентство БНК. Скажите, пожалуйста, вот очень часто хоккеисты, когда плохо играют в хоккей, называют друг друга фигуристами. Вот вы не обижаетесь на такие высказывания? И не называете ли вы себя, когда не очень хорошо катаетесь, вот местным хоккеистом, так же хоккеистами? Или как-то еще? Я знаю, что многие хоккеисты и многие тренера команд за рубежом, в том числе в Америке, приглашают хоккеистов для того, чтобы они работали непосредственно над техникой скольжения и катания хоккеистов. Потому что это очень помогает. Естественно, мы катаемся лучше и можем подсказать кучу ценных вещей. У нас нет такого, что мы называем кого-то там мешками или хоккеистами, или какими-то еще выражениями. Наверное, воспринимаем или будем воспринимать это как просто такую шутку хоккейную по поводу нас. Спасибо большое. Коллеги, мы готовы обратиться в Москву. Если у вас есть вопросы, готовы передать вам слово. Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос. Пожалуйста, передайте микрофон. Добрый день. Нелиха Вадария, вестник Кавказа. Вопрос к тренерам. Нам интересно задать ваше мнение о паре, азербайджанской паре, Джулия Злобина и Алексея Ситникова. Как они выступили в короткой и произвольной программе? Есть ли у пары потенциал для роста и побед в дальнейшем? Спасибо. Пара каталась очень хорошо, показала максимальный результат, который могла показать. Думаю, что будет продолжать еще кататься следующий цикл. Спасибо большое. Москва, готовы еще на один вопрос или нет? Вы знаете, у нас есть в ходе подготовки к пресс-конференции к нам приходят вопросы в рубрику анонсы. Когда вывешивается анонс нашей пресс-конференции и вопрос, как раз касался спортивных пар и их тренеров. Вас называют командой будущего олимпийского четырехлетия. Имеется в виду наших победителей, участников, предпочитавших вчера соревнований. И вопрос в том, какую планку вы ставите себе на следующие четырехлетия. Спасибо за вопрос. Кто готов ответить? Мы никогда не загадываем на четыре года вперед. И у нас идет поэтапная подготовка, то есть этапы гран-при и так далее и тому подобное. Так что я думаю, что для каждого из нас те Олимпийские игры дали очень много опыта. Мы переосмыслим что-то для себя, что-то внесем новое, какие-то. То есть мы хотим сделать так, чтобы смотрели уже не на канадцы с американцами, а мы выделялись, как выразиться, чтобы ставили нас уже в ранг соперников американцам и канадцам. Ну, не хотелось бы загадывать и говорить многое, но скажу одно. Планка поднята высоко, и результаты будут только улучшаться. Спасибо большое. Москва, спасибо большое. Мы к вам еще вернемся. Пожалуйста, микрофончик сюда. Следующий вопрос. Татьяна Даниловская, новости 24 Сочи. Вопрос к тренерам. Согласны ли вы с мнением, что если бы наша замечательная бронзовая пара, вот Никита и Елена, два года до Олимпийских игр показывала бы такие же результаты, как на играх, то Россия могла бы ждать золото? Вы знаете, Олимпийские игры – это соревнования, никогда ничего нельзя загадывать. Нужно просто готовиться к ним, знать, как это делать и выступать. Невозможно говорить, что было в прошлом году или в позапрошлом году. Что-то говорить, что было сделано хорошо или плохо, результат есть на сегодняшний день. А что было раньше и как бы это помогло или не помогло, я не берусь на это ответить. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Юль Славьёв, Пятый канал. Ребята, спасибо вам большое. Мы вами очень гордимся. Вчера все прямо держали кулачки. Но уже всё позади. У меня такой вопрос, что вы собираетесь, как провести ближайшие дни? Может быть, пойдёте на какие-то соревнования? Как последняя неделька Олимпиады, что планируете, чем заняться? Ну, на самом деле, мы здесь достаточно долго, правда, ещё и в Москву уезжали. Ребята нет, всё время здесь. Но мы лично ещё вообще практически ничего не успели здесь посмотреть. Это время мы будем посвящать прогулкам уже по Сочи, по Олимпийской деревне, по Олимпийским объектам. Естественно, пойдём на соревнования обязательно. И очень хотим в горы съездить, там посмотреть, как обстоят дела. Уверен, что всё отлично. И поэтому вот такая обширная программа. И наши родители здесь, и тоже с ними обязательно погулять, везде всё посмотреть. Вот такая программа. Мы закончили наше выступление, но Олимпийская неделя продолжается, и мы будем поддерживать все виды спорта, до последнего болеть за наших ребят. У нас ещё остался один вид женское фигурное катание. У нас представляют нашу страну две прекрасные девочки, и мы будем всей душой за них болеть. И, конечно же, хотелось бы съездить в горы, посмотреть, что происходит на розах утра, потому что говорят, что там просто потрясающе. К сожалению, ещё за всё это время много раз были в Сочи, но ещё туда не удавалось подняться, поэтому вот такой план. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. У меня вопрос Руслану и Виктории. Это для вас был такой дебют на Олимпийских играх. Насколько отличается выступление на Универсиаде и здесь, на Олимпийских играх? Как вас поддерживали зрители? И об этом вот расскажите, пожалуйста. Привет. Я даже не знаю, что сказать. Отличия колоссальные. Поддержка тут невероятная. Сама грандиозность сего момента. Тут огромный зал был, который поддерживал. А на Универсиаде более всё скромно. Ну, я не могу сказать, что старты даже были похожи. Вот лично для меня. Что я скажу? Может быть, тренеры ещё что-то скажут? Ну, конечно, Олимпийские игры – это отдельные соревнования, и сравнить их с чем-то невозможно. И это огромный опыт, что ребята сюда попали и здесь хорошо катались. Я как тренер горда ими. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Я хотел бы задать вопрос Елене Ильиных. Все ребята у нас из вашей шестёрки, ну, они москвичи. Там, понятно, Москва, Московская школа фигурного катания и так далее. А про вас очень мало в интернете. Как вы начинали свой путь и какие вехи в нём считаете самыми главными? Ну, меня в спорт привела бабушка. Я тоже москвичка. Я родилась, правда, в Казахстане, вот, в городе Астана, бывшей Шевченко. Вот. Но я там была недолго, всего лишь до трёх лет. Вот. А в четыре года, когда переехала в Москву, рядом с моим домом открывался каток. И меня туда отвела моя бабушка. То есть первые шаги я делала с ней за руку. Первые какие-то успехи, я не знаю, наверное, в одиночестве у меня очень хорошо получалось. Но первые успехи у меня были с Никитой. И самое большое достижение, наверное, до этой медали был выигранный юниорский чемпионат мира. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, Москва. Мы готовы передать вам слово. Сейчас в свою очередь. Если можно, дайте нам ещё время подумать. Да, мы вас ждём. Пожалуйста, микрофончик сюда. Добрый день. Михаил Бабок, телекомпания «РТ». Я бы хотел вернуться к теме продолжения олимпийского турнира по фигурному катанию. Завтра мы увидим на льду наших прекрасных девушек-одиночниц, которые уже громко о себе заявили, несмотря на свой юный возраст. Как бы вы оценили их шансы? Понятно, что вопрос немножко такой. Но как бы вы оценили их шансы и какие советы вы, может быть, могли бы им дать? На самом деле у нас просто замечательные девочки. Просто талантища. И Аделинка, и Юля. Если... Ну, точнее, не если. Когда наши девочки будут выходить на лёд, я уверена, они соберутся. Потому что они профессионалки обе. И откатают просто на разрыв аорты обе программы. Я думаю, они претендуют на самые высокие места. И мы, конечно же, все пойдём болеть и переживать за них. Ну, самое главное, мы хотим пожелать олимпийского спокойствия, чтобы не отвлекала вот эта вот поддержка, а наоборот только заряжала, только помогала, как, в принципе, помогла каждому из нас. Просто не отвлекаться ни на что, делать свою работу. Я думаю, что это всего лишь Олимпийские игры, тот же старт, что и Чемпионат России и все остальные. Просто здесь поддержка другая. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Владимир Денега, Заря Кубани. У меня вопрос к нашим молодым чемпионам. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что здесь в качестве зрителей много ваших коллег, бывших чемпионов и олимпийских. В частности, Белоусова, Протопопов. Как-то вы общаетесь с ними? Они как-то вас наставляют? У нас такое замешательство, небольшое по поводу этого вопроса, потому что просто у нас не было возможности с ними увидеться или как-то пообщаться. Поэтому не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Нет, ну кто-то, конечно, подходит, поддерживает, заряжает положительными какими-то пожеланиями, поддержкой. Да ну какой-то есть от этого заряд все равно от людей, которые уже прошли несколько Олимпийских игр и занимали высокие места. Есть какая-то искра от них, что ли, да. Просто на самом деле не часто, не очень часто удается встретиться и поговорить с такими людьми. Но когда предоставляются какие-то пару секунд, естественно, нам дают какие-то напутственные советы максимум того, что они могут сказать за это малоотведенное время, поскольку соревнования все в спешке, отдыхать, тренироваться и так далее. Но мы помним, мы очень уважаем их, очень любим и мы пытаемся писать историю фигурного катания дальше. Я вот еще что хотела сказать, вы просто сказали про тех Олимпийцев бывших, которые уже участвовали в Олимпийских играх, которые сидят на трибунах. Но у нас же есть еще Олимпийцы, которые нас тренируют. Тренеры наши и не только наши, и международные тоже, как Анжелика Крылова. И да, эти люди подходят и нам желают успеха и удачи, колоссальные слова поддержки и очень помогает. Спасибо большое им за это. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Микрофончик, секундочку. Добрый день. Поздравляю вас с победой, личной победой для вас, ваших тренеров и о том, что уже все позади. Впереди только праздник для души. Я из Новосибирска, город у нас спортивный, и жители дольше большую роль уделяют спорту. Но вот мне бы хотелось такой вопрос задать, он всегда меня волнует. Вы люди, одаренные от Бога, у вас огромное трудолюбие, но вот часто получается, что возникают ошибки не из-за профессионализма, а эмоционального состояния. И мне всегда интересует вопрос, вот как вы в этом плане работаете? Может быть, помогают психологи, большую роль уделяют, может быть, йогой занимаются, или какие-то другие методики используете для своего эмоционального настроя? Для своего эмоционального настроя у нас есть родители, друзья, которые всегда нас поддерживают. Если, допустим, мы загружаемся по поводу фигурного катания, там результатов олимпийских те же игр, да, очень много думаем, то они нас отвлекают. Это как вхождение в кино, в кафе, просто прогулки, да, и это очень важно для нас. И большое спасибо всем, кто нас отвлекает от этого, потому что, действительно, день за днём для нас только спорт существует. И, ну, действительно, хочется отвлекаться, и они нам в этом помогают. И, ну, я, наверное, от лица всех скажу, почему Господь Бог всегда с нами, и мы не отдалённые от Бога люди. Все мы по ним ходим. Спасибо большое. Коллеги, мы будем уже скоро завершать пресс-конференцию. Москва. Готовы ли вы с каким-то вопросом, или мы будем с вами прощаться? Спасибо, коллега. Просто ещё один вопрос, но он, скорее, даже комплимент, и я его адресую тренерам. Вы показали замечательные результаты, и ваши подопечные тоже. Что ещё возможно технически сделать в таком виде спорта? Что вы взяли на вооружение на Олимпиаде? Сложный вопрос. Это, наверное, вопрос к тому, как выиграть Олимпийские игры. На самом деле опыт спортсменов – это одно из главных вещей, которые выступают на Олимпийских играх. Они набирают такого опыта, который невозможно получить ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира. И это, наверное, даёт им большую уверенность и понимание, что нужно делать для того, что если ты хочешь достичь какого-то следующего результата. То, что касается именно технически, я думаю, что ребята исполнили технически довольно-таки хорошо все элементы и получили хорошие оценки. Я думаю, что немножечко опыта, ещё несколько разных сторонних таких программ, чтобы было больше возможностей научиться и показать через 4 года что-то совсем необычное, что не было никогда сделано до этого. Спасибо большое. Москва, спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо. Коллеги, разрешите мне воспользоваться служебным положением. Я бы хотела попросить, чтобы все наши сегодняшние спикеры прямо по очереди, может быть, одной фразой выразили то, что испытываете, ваши эмоции, может быть, слова благодарности, может быть, просто эмоциональное состояние, может быть, пожелание кому-то. Буквально одной фразой, вот прямо подряд, как вы все вместе сидите, я думаю, все будут рады услышать то, что находится внутри у вас сейчас. Да? Давайте прям подряд. Виктория, давай с тебя. Безумно рады вообще, что сюда попали. Здесь нереальная обстановка, настроение отличное, погода только немножко подпортилась, но я думаю, это нам никак не помешает отдохнуть и болеть за наших спортсменов дальше. Спасибо. Руслан. Ну, я поддержу Викины слова. Безумно рады, что мы вообще оказались на этой Олимпиаде. Все-таки домашней Олимпиадой один раз в жизни, может быть. Когда мы сюда приехали, даже сначала не поверилась в это и, наверное, даже до сих пор еще окончательно не осознается то, что мы были на Олимпийских играх и которые, собственно, уже подходят к концу. Спасибо. Дмитрий. Для нас вообще счастье выступать на Олимпийских играх у нас в стране. Когда мы узнали, что Олимпийские игры будут у нас в родном городе Сочи, уже родном для нас, мы, ну, нам так захотелось сразу на Олимпиаду, так захотелось сразу выступать, показывать лучшие результаты, чтобы попадать. Потому что не каждому дано участвовать в Олимпиаде, у каждого цель хотя бы просто ощутить вот этот вот праздник, вот эта вот радость, вот это счастье, побывать на Олимпийских играх, тем более у себя в стране. Это просто неизбываемое впечатление, это потрясающе, это не передать никакими словами, это вообще бомба. Спасибо. Екатерина. Годы работы с Дмитрием дают о себе знать все, что я хотела сказать, он сказал сейчас. Ну, вот хочу добавить на самом деле, вот у меня сейчас ощущение такое, что я вспоминаю все вот 7 лет, которые были до этого, когда конвертик открылся, и все это показалось. И потом вот эти 7 лет было вот, что Сочи, Олимпийские надежды, вы вот поедете, не поедете, тренируетесь, работаете, и все. Ну, как бы основная цель за все эти годы была Сочи, а сейчас, вот мы вчера откатали произвольный танец, и вот эта 7-летняя цель, можно сказать, как бы уже вчера. Да, и вот я сейчас сознаю, что действительно все вот, куда мы вот шли сейчас, уже вчера, правда, действительно осталось позади. Сейчас немножко отдохнем, и надо ставить новые цели, новые мечты, не знаю, это даже не знаю, какая-то эйфория от этого. Даже я нисколько не расстраиваюсь, что это все закончилось, и даже немножко уже рада, потому что, действительно, мы к этому очень долго шли. Конечно же, спасибо всем, всем, кто помогал, и кто был причастен к тому, ну, к этой нашей цели, да, Олимпийские игры в Сочи. Мы действительно получили огромное удовольствие здесь, спасибо. Спасибо большое. А еще хочу сказать отдельное спасибо нашей команде, благодаря которой мы завоевали золото командного турнира. Отдельное спасибо каждому. Спасибо. Елена. Нас переполняет счастье, это невероятное ощущение находиться здесь, действительно, огромная благодарность всем, кто устроил эти Олимпийские игры в стране с такими условиями потрясающими. Вот, безумная благодарность всей нашей команде, кто нам помогал, мой партнер, мой тренер, и еще много людей, которые вкладывали в нас душу, болельщикам, которые просто ждали, хотели, которые тоже готовились к этим соревнованиям, тоже всей душой поддерживали. Безумное счастье, какое-то невероятное просто ощущение, просто очень счастливое находиться здесь и с медалями, невероятно. Спасибо. Никита. Я присоединяюсь ко всем Лениным словам. Мы гордимся нашей страной, гордимся этими Олимпийскими играми. Спасибо каждому человеку, кто так или иначе был причастен к проведению этого огромного праздника. Это счастье для нас. И, наверное, мы немного эмоционально выдохлись после соревнований, чтобы действительно показать, насколько нас переполняет сейчас эта радость, эта удовлетворенность и это счастье. Спасибо. Спасибо большое. Тренерский штаб. Николай. Ну вот ребята очень хорошо сказали. Я думаю, что начиная со строительства Олимпийских игр было много чего хорошего и плохого. И было все не так просто. Но на сегодняшний день могу еще раз сказать, что это лучшие Олимпийские игры. Могу также сказать, что это было невыносимыми усилиями сделано это все. И то, что сейчас происходит, иногда я даже в это не верю, потому что мы были здесь летом, осенью, зимой. И в прошлом году у нас проходили какие-то соревнования. И даже мы все, которые были здесь, можно сказать, на прошлом чемпионате России, удивлены. Поэтому спасибо огромное всем людям, кто участвовал в организации, в строительстве. И также хочу сказать огромное спасибо это министерству, это министру спорта, заместителю его за то, что они предоставили все условия, все возможности для того, чтобы ребята могли готовиться, чтобы могли тренироваться. И без всей этой помощи у этих результатов точно бы не было. Спасибо большое. Вы знаете, я в связи с тем, что у нас все три пары москвичей и тренеры их тоже москвичи, я хочу поблагодарить Москву за то, что и она создала такие условия для подготовки к Олимпиаде. И вообще в течение всех этих четырех лет. И заодно поблагодарить спортсменов, что они не подвели своих тренеров и с таким блеском выступили на этой Олимпиаде. Спасибо большое. А я, наверное, пожелаю удачи тем, у кого соревнования еще впереди. Удачи и побед российской команде. Спасибо большое. Мне кажется, это замечательные слова, замечательные эмоции. Москва, спасибо вам большое. Мы с вами прощаемся. Коллеги, у вас есть возможность. Я предлагаю нашим всем ребятам вместе с тренерами просто здесь встать, чтобы вы могли сделать фото, и оно осталось у всех на память, а все наши жители нашей страны могли его увидеть. Спасибо. У нас фото сначала, общее фото. Вставайте все вместе, ребят. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...